Ребятушки, мои привет! Сегодня я вам записываю, значит, вот сейчас я только что... Кстати, 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 сейчас я чуть-чуть поговорила с моей китайкой. Вот, очень интересно, вы хотели, значит, интервью, но они очень, очень осторожные ребята. Они, значит, вот сейчас вот буквально я уже хотела видео записывать, где-то полчаса, но пока я, значит, с ней, с ней разговаривала, да, то я немножко и подкрасилась. Ну, с ней очень тяжело разговаривать, потому что очень тяжело понять. Язык просто... Я все на, как бы, я все на, как бы, на уровне, на подсознании я с ней разговариваю, короче. Как карты вот расшифровываю, так я с ней разговариваю. Ну, в общем, это... Мы с ней разговаривали по поводу... Вот она сейчас угостила меня, представляете, швепсом, потому что она говорит, что я у нее... У них сейчас тяжелые времена, да, как бы мало народу, как бы... Вот. Я у нее один из самых лучших клиентов, поэтому, как бы, ну, вот хоть что-то, типа, она вот для меня хочет сделать, вот, представляете, то есть, как бы, они не совсем такие уж прям жадные, там, да. И вот ей захотелось меня угостить это... А, вот этой вот, швепсом, вот. А мы с ней разговаривали, кстати, по поводу того, вот, помните, вот этот, вот я вам говорила, который самоубился, как священник. Она говорила, что вот, когда он был он, то он заказывал, он тратил по 15-20 евро в день. И вот, типа, что так его не хватает, ну, и так его не хватает, потому что те люди, которые ходили сюда, они не могут ходить сюда, потому что они все время плачут. Ну, тетеньки, его бабушка, он тема говорила, что его очень сильно любили бабушки. Он такой симпатичный, ну, такой молодой, симпатичный, понимаете, ну, как бы, опять же, вот, живи-живи, да, но все-таки он спрыгнул с окна, ходи, вот, там, вот, церковь, за мной, церковь, видите, вот этот. Вот, ребятушки, короче, значит, вчера мы съездили по ВИЮ, да, значит, я вас, я вас очень благодарю за комменты, я не могла сегодня отвечать вчера, значит, я хотела бы сказать, да, Андрею хотела сказать, знаешь, Андрюшенька, дело в том, что нет, лень у меня не из-за того, что я, как бы, из-за энергии, там, не энергии, дело в том, что я два месяца практически не высыпаюсь, понимаете, не высыпаюсь, нагрянула дикая жара на нас, и моя квартира очень маленькая, и она сразу превратилась в душегубку, плюс моя дочка нас отрезает, как бы, то есть она мне отрезает вентиляцию, поэтому я и мои животные, ну, и ее тоже, как бы, животные, но она считает, что это мои животные, вот, мы спим в душегубке, и поэтому, как бы, дело так тут не в энергиях, понимаете, меня видите, вы же уже видите, что я четыре месяца хожу по всем этим местам, они меня в птисте пускают, я уже удивилась, я думала, что меня не пустит Сан-Мишель, который на тысячи метров, и я очень была уверена, что что-нибудь будет, так как я очень сильно боюсь высоты, я боялась, что, может быть, что-то быть, что я там, ну, там, вплоть до того, что я там свадюсь с горы, я предполагала это, я очень боялась ехать туда, потому что я думала, что они меня могут не пустить туда, так как я не верующая, я там богохульница, там, я там, там, видимо, как бы, себя считаю, да, как бы, вот, дело в том, что меня может туда ходить, ну, не знаю, почему, как бы, у меня уже, мне кажется, иммунитет найти, найти, поэтому, как бы, состояние моё лень была, вчера, честно говоря, от дикой уже усталости, вот она накопилась, понимаете, и вот есть такой организм, я, например, очень, ну, видишь, видишь, из-за того, что всё-таки я не ведьма, я, как бы, более активна ночью, вот, то есть, мне надо спать, вот я сегодня выспалась, ребятушки, я сегодня просто спала до 11.21, вы представляете, это просто вообще не, непозволительная роскошь, не знаю, на протяжении какого времени, я просто оставала всё время в 6, 7, 8, максимум 8, уже это поздно было, потому что часто куда-то ехать, 8, это уже поздно, да, получается, но я вот сейчас вот узнала, что у нас сняли комендантский час, вот, и поэтому я подумала, что я спокойно могу сегодня посвятить чему-нибудь вторую половину дня, вот, может быть, я вообще, вполне, вполне даже возможно, что я пойду, заберу свою машину, механику, потому что он сказал, что пока он не видит никаких проблем, вот, и я на машинке могла бы съездить в какое-нибудь абадство здесь недалеко, вот, посмотрим, но сейчас мы, ребятушки, так, я здесь сижу, чтобы не терять время, я решила продолжить сегодня именно, не откладывая дело в долгий ящик, продолжать рассматривать наши карты Таро, да, хотела, во-первых, сказать вам, те, кто, скажем так, ну, как бы, когда вы меня хотите отправить кому-нибудь, особенно по картам, я могу, конечно, вспылить, дело в том, что, вы понимаете, ну, нельзя человека, который умеет делать карты, отправлять другим, вот, ну, потому что если ты берешь на себя смелость и говоришь в прямом эфире, тем более, там, я не знаю, там, пока тебя там малого смотрят человека, ну, неважно, ты даже одному человеку, если ты соврешь, ты все равно, как бы, берешь на себя ответственность, что ты ему говоришь что-то такое, да, если я беру на себя такую, значит, смелость, да, как бы, говорить, что я картаманка, что я распираюсь в картах, и не только, да, я еще и хиромант, еще и астролог, там, еще и рунолог, там, как бы, то, знаете, ты берешь на себя очень большую уже, как бы, ответственность, вот, поэтому, и я могу вам точно сказать, что, во-первых, видов картаро, только видов, только таро, видов картаро, их где-то минимум пять, я знаю, вот, и как бы каждый, вообще, у каждого человека, вообще, очень много картаро нарисованных, но таких серьезных, я знаю, как бы, серьезных, в смысле, ребятушки, их много рисуют, понимаете, можно, я могу сама сесть и завтра нарисовать картаро, например, да, вот, но я очень, мне вот нравится именно Марсильезе, вот эти марсильские, понимаете, я считаю, что они самые такие, как бы, серьезные, остальные все, кто там рисует, кто только хочет, но это их право, я считаю, что ведь уже можно гадать, понимаете, на всем, с чем угодно, на тот, кто умеет предсказывать что-то, он, даже если вы считаете это несерьезным, но на самом деле, я в данный момент говорила о том, что кто этим занимается, он может заниматься это над чем угодно, и карты может рисовать человек над чем угодно, каким он просто, каким угодно способом, правильно, вот, и поэтому отправлять меня к какому-то другому тарологу, понимаете, это, ну, как бы, во-первых, это мне уже, сами знаете, что я не люблю, когда меня вообще кому-то куда-то отправляют, если я стала блогером, я сама за себя говорю, и я не хочу никого учиться, пока я сама, то есть, когда меня отправляют, когда меня куда-то отправляют, я не хочу это делать, но это вот уже, это чисто у меня такой характер, во-первых, во-вторых, если я делаю блогерство, то это значит, говоря, это то, что у меня своя индивидуальность, и мне не хочется к моей индивидуальности прикреплять другую какую-то еще, вот, каких-то так называемых троллей, в плане того, что троллей в данный момент будет, это то, что как бы он будет менять твое мировоззрение, я ведь хочу говорить от своего имени, понимаете, по своему мировоззрению, вот, а другие блогеры пусть говорят по своему, или блогеры, там, это так я сказал блогеры, это может быть, это могут быть исследователи, это могут быть ученые, это могут быть картаманты, пусть они говорят свое, как бы, а у меня свое, я свое говорю, вот, и поэтому, как бы, не надо меня вообще опять, я уже сто раз это говорю, не надо мне никого не советовать, никого не отправлять, потому что я буду это все равно, либо я буду возмущаться, либо я буду игнорировать, вот и все, как бы, зачем, зачем нам ссориться, правильно? мне кажется очень прекрасно можем существовать без если вам нравятся другие такая ради бога я что я это только приветствую понимаете но мне это не это не надо ну не надо мне вот я просто знаю такой человек если мне это надо будет я сама найду обращусь все у меня с источниками все нормально вот и еще раз повторюсь прежде чем сунуться в это я уже очень давайте ведь и если ты берешь эту тему но ты очень должен быть во всем подкованы не только в засыпанных этажах там или там свойствах камня а все потому что человек который этим занимается он поймется что он не может без мистики какой-то он все равно будет утыкаться мистику ему нужно будет какой-то момент все равно признать что мистика существует вот поэтому как бы у меня все нормально в этом плане и с мистикой и уже с изучением всего там до каких-то многих технических инженерных вещей есть это не знаю как бы вот но у меня не инженерный канал поэтому ребятушки значит я сейчас сейчас мы покажу что я вам приведу я взяла сегодня четыре карты почему во первых я взяла снова наш любимый который первый я вам показала это ассоди бастоны кстати я вам тогда не перевела что это вообще бастон это 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 как дубины это дубины палки вот то есть можно и как интерпретировать как палки да но вообще это дубины вот дубины и это и в этом что то есть наверх это там троте во первых это дерево до дерево стихия дерева как бы я не знаю почему именно они сделали все таки это как дубины вот но это дерево как бы больше да то есть и плюс дубина все таки это получается и и поддерживающие да вот эти вот балки поддерживают и и бить дубинами да вот то есть подгонять получается а я взяла сегодня четыре карты ребятушки почему на предмет отшметок вот мысли с ирушкой рассматривали отшметки конечно не важны почему я считаю да кстати когда я вам сказала что где-то здесь две да я нашла где две зеленых и я паспище нашла на другой карте но да я ее тоже взяла нам тоже две зеленых это очень интересно то есть например там много там желтых да много там там синих там и красный до присутствует но зеленых сюда только 2 это очень интересно да то есть это говорит о том что сама жизнь жизнь как вот это вот зеленые растения там да и я так думаю что его очень мало и нам показывают на картах что это очень мало это очень как бы нестабильная такая составляющая да потому что ее мало получается хотя бастоны все зеленые вот то есть бастоны они связаны все таки как бы вот с нашей реальности с которой мы живем видимо в нашей реальности без зеленого нельзя да получается но его очень мало ну вот если вот так вот интерпретировать как бы я взяла четыре карты сегодня потому что знаете я уже поняла что это очень долго но из них вот это вот 4 снова наш ассони бастоны получается туз и деревянный туз или там это больше не все таки не дерево то все таки дубины дубины вот палки значит ну как еще можно называть я называю дубины стуки это потому что они даже нарисованы виде дубин все-таки всегда вот и значит я взяла еще три карты на которых как такое найти сильно нарисованы эти ошметки вот значит смотрите на саде пастона еще переведу короче смотрите посмотрите я буду нельзя переворачивать бог потому что начали так я сейчас ближе вот так вот покажу покажу вам ближе вот блин я сейчас покажу вот видите вот ассони пастоны да так вот у нас теперь а суде блин спады вот забыла что-то у меня мечей да туз мечей да вот у нас потом башня вот видите вот башня разрушающаяся башня 16 аркан это как бы я потом когда карты буду рассказывать вам расскажу про арканы вот арканы маджори арканы миноры вот эти арканы маджори вот эти вот вот эта луна тоже но я взяла их просто на предмет на предмет схожести по ошметкам короче быстренько скажу вам что из карт 78 тоже странное число 78 15 до тоже 15 это смотрите этот есть и такой вы знаете да как так называемый такой магический квадрат где там в шуцарской школе у них у меня миша ходила шуцарской школу . и там у них было что есть такое вот сочетание скажем так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 все время если можно так поставить что все время будет по всем этим 15 сумме не знаю вы знаете слышите об это слышали об этом да то есть 15 не только от карта дьявола там как бы так 2 2 2 лог но не вторая логе а в нумерологии но и вторая логе тоже 15 это это делала вот это а еще это такой магический квадрат 15 очень очень сильная цифра на самом деле вот и значит а так ну вот просто я сказала что я взяла вот эти два маджоры аркана вот в маджоры это высший арканы высших арканов 22 а 78 вот я говорю 15 7 8 15 78 всего карта так я пока держу ну ладно я перейду пока на себя я вам показала что все это смотрят потом что будем рассматривать пока так положу вот а короче значит старших арканов у нас 22 22 высоте интересное что 22 как бы 22 аркан и он же нулевой то есть как бы там нулевой 22 это как бы это взаима 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 заменяющиеся представьте то есть вот этого картам сумасшедший до мату сайте он может быть 22 аркан и нулевой вот уже интересно да вот а 22 это тоже еврейский алфавит и вот вы знаете есть вот гаданиях нас вот выгода гадальщиков можно на предмет карты тару себя рассчитать так вот я оказывается кстати когда я считывала я как раз отношусь карте макту 22 у меня все в сумме получалось 22 то есть я могу еще быть нулем я могу обновляться вот извиняюсь что так тут свет плохо но вы знаете и так баре сижу вот короче значит а получается а получается минор и у нас арканы минорами мелкими но эти арканы получается у нас 56 ну потому что 78 минус 22 до получается 56 56 тоже интересно число 11 до вот номер кармы вообще 11 я всегда считаю нехорошее число на самом деле я жила в одиннадцатом доме я просто знаю что такое вот и значит теперь будем рассматривать вот эти карты значит я их выбрала по шметкам но оказалось что в этом ассо дим спады это это господи туз получается туз мечей мечей туз мечей которым я посчитала 26 шметок три четыре пять шесть семь восемь девять десять ну я помню что здесь 26 26 я помню значит башни там в кружочке очень интересно да сейчас его мы все рассмотрим значит 26 в этом 30 вот в этом где где башня и вот здесь я сейчас от не помню даже тира 20 до а в луне вот она луна у нас сюда карта где шметки вот у нас там 20 ошметка и у башни и у туза по два зеленых ошметка я вам говорю что это очень важно не знаю почему например у бастона да у вас туза туза дубины туза дубины вообще вообще нету зеленых ошметка понимаете очень интересно вот и у обоих обоих из жабо вытаскивать эта рука которая да как правильно кирушка сказала не принадлежит как бы вообще но это я вам как бы уже говорила что это жабо это даже не ведь сразу видно что это не элемент одежды у руки эта рука вылезает откуда-то понимаете вылезает откуда-то и это не одежда этой руки вот сейчас я вам покажу значит сравнил жабо сравнил жабо на ассо не бастоны и ассо диспады то есть вы учите уже по итальянски как ассо тоже ассо интересно там мы еще на например тоже буква я могу тоже например буквем тоже могу кстати вообще бук вот эти а нас тоже могу кстати так что когда вы не отправляете там и те кто знают там как все разобрать там мистика слов мне то это тоже кстати на на мази знаете просто я не могу все все мне столько голове что я не могу просто все вам рассказывать понимаете вот так вот на смотрите как интересно что этот у нас ассо диспады сейчас вам покажу он красный во первых сам хотя все спады спад это мечи это как был как у нас получается пики по нашим да это наши которые карта не называть французские я вы когда вот маленькая меня обучали картам я обучалась на французских картах я знала здесь что они называются французские хотя мы считаем их нашими как там игральными обыкновенными вот так так как бы черная карта там она пики это же ведь да тоже острые стрелы что-то а на тару это у тару это мечи вот тоже да получается но это же почему вот но единственная карта которая красным нарисована у пик это это ассо диспады то есть это как бы получается красная железо когда она только-туракуется да правильно вот и вот на этой красной шпаге для вот одна этой ассо диспады находится корона корона как обычно у нас вот это с пятью с пятью вот этими штуками когда часто мы видим 5 до на этих опять этих вот этих когда ходим с вами смотрим ну везде в церквях там везде везде мы видим часто 5 вот этих вот вот и она как бы насажена она держится она круто не падает по идее она должна упасть до нужно упасть на рукоятку она не падает она держится вот так вот просто там вверху она держится значит это вообще действительно не корона и везде где мы это видим это не корона это какой-то элипс получается сейчас вам покажу эту карту сравнение а судьи бастон и подождите вот так вот да на тебе надо встать мне надо встать подождите встану и покажу вот эти так смотрите внимательно смотрите вот это вот видите смотрите вот здесь 26 очметка 26 да точно ваш из очметков вот видите жабо наше как на той карте вот эти вот синие перепонки каналы все-все-все вот и я еще вот в интернете хочу посмотреть все таки почему же дороски рисовал вот так вот эти вот щетины я их называю щетины ребятушки надо тоже какие-то зубцы вот эти ошметки видите кстати я считала так сейчас почитаем сколько голубых видите 7 голубых 4 желтых тут еще присутствует оранжевые на других ребятушки на других ошметках нет оранжевых только на луне и на вот на шпаге на луне тоже есть оранжевые шметки но зато нет желтых на луна вообще очень интересная карта знаете ребятушки это очень конечно долгий этот рассматривать поэтому я знаете если вы не только тогда вот это рассмотрю и смотрите красных у нас смотрите 7 тоже красных видите как интересно да и оранжевых у нас 6 вот 29 очень сложное число очень вот она тоже 11 о 29 чем 29 извините меня 26 вот смотрите здесь опять же ветка такая смотрите да сначала голубая из корона потом оранжевая это тоже как-то что-то значит но сейчас я данный момент не знаю не знаю и вообще не то что я прям знаю что я просто вижу вещи которые мы рассматриваем в церквях вот для сравнения наша здесь снова асаги пастоны да я тут еще просто что заметила но в данный момент мне в голову не идет то что человек пришел сел рядом со мной и как бы это он не отвлекает немножко вот я еще покажу вам две карты которые я сегодня выбрала но сейчас у меня не будет на времени рассматривать но мы сделаем может быть еще семью программу но вы можете как сказать пофантазировать смотрите вот здесь тоже 2 2 зеленых видите всего блин у меня рука дрожит всего два зеленых кружочка смотрите здесь опять близнецы падают у них кому получается всего две ноги на два тела видите да вот и что здесь еще интересно видите вот такая вот туда вот где разрушается эта башня и почему-то именно круглые падают эти круглые камни как бы тут вот видите глава змея внутри внутри наверху глава змея который как бы выплевывает вот эти вот смотрите да эти шарики вот я кстати считала тоже на предмет того что сколько по каждому шарика вот два зеленых и по-моему тут 13 желтых ну как а 14 желтых 14 желтых 14 желтых а вот и 13 14 желтых и 13 голубых вот и по-моему 7 и 7 красных до 7 красных и 2 это тоже все важно вот тут можно еще посчитать сколько кирпичей это мне кажется тоже важно потому что понимаете же дороским было номеров еще то есть тут все неспроста две какие-то лепешки лежат видите желтых на на земле как гальки до наши вот башня это очень сложная карта ребятушки поэтому я говорю что я буду рассматривать карту по значению сейчас я показываем карты по как они относятся к нашим к нашим исследованиям вы смотрите опять две башни до 2 собаки как бы как будто бы лают на луну посмотрите луна такая странная красная как солнце это затмение может быть нарисована не знаю потому что типа там внутри как бы полумесяц как бы закрытый солнцем или он солнце закрывает то есть это как затмение какой-то и из-за этого все становится видите оранжевым уже желтого цвета нет посмотрите везде какой-то оранжевый красный цвет сейчас мы посчитаем на предметы здесь очметков но вы смотрите пока я я просто не могу вот так вот рассматривать я вам показываю просто вы сделайте скрины или вы там в интернете найдите вот этой вот именно жадаровского карты вот и сейчас пока я сяду подождите на себя я хочу вам сказать что марсильские карты и классические вообще рисовал как бы считается леонардушка да вот и и вообще это самые-то самые как бы почему я же еще джадаровского звучала он тоже считает что самые мистические самые нормальные ведь есть еще карта которым стадамов то рисовал но вы понимаете самые такие вот мистические карты все равно это марсе марсильские непонятно почему их называть марсильскими что как бы причем здесь леонардушка тоже да интересно вот но ребятушки ведь очень очень сильно вот эти карты как-то скажем так созвучны с нашими исследованиями смотрите две башни да потом одна башня там зубцы открытые открытые зубцы да как вот кремлевская башня а надо она другой башни например они закрыты и зубцы они внутри они как бы запакованы то есть это где то то что может быть изначально это вообще эти зубцы они как бы и и не должны быть такими зубцами а может быть под землей очень много еще тоже зубцов намек такой я не знаю потом еще одна башня смотрите около одной башни еще там под под ней какие-то вообще в земле земле ну вот блин надо это показать видите посмотрите если видите не видите в земле вот там вот где башни и не знаю подождите вы наверно не видите сейчас я вам переведу покажу это очень важно знаете смотрите земле видите вот видите от по 3 по 3 каких-то семечка красных видите видите то есть получается вот это как нейтрины могут быть знаете вот как типа от это солнца луны или чего-то вот эти как нейтрины или что-то проникает в землю и это и дает начало какому-то делению понимаете вот видите эта башня закрыта сверху да закупорено кстати а это открыто и еще смотрите как интересно видите потайная дверь тут и и мы предполагаем с вами что есть везде потайные двери эти везде которых мы как бы запломбированы они да а здесь посмотрите здесь вообще двери нету здесь какое-то белое как белые видите получается тоже как бы получается под землей вот но эти красные шметки они явно земле видите вот и этот рак рак вот этот вот как бы как бы мол воде водоем такой он восьмиугольный ребятушки да и очень интересно что опять же линии идут волнистые это вот строение вот это строение как я считаю стен стен и это под водой вот эти все стены идут они понимаете жадаровский это блин да что такое жадаровский он уже знал ребятушки как идут эти все строения стен как я сейчас открываю понимаете просто он видать исследовал тоже уже но просто не был блогером понимаете и не не особо мог писать но я говорю что их загоняли тайное общество чтобы они об этих вещах которые сейчас лишь показывание очевидны и их никто не прячет просто никто не хочет этим ребятушка это углубляться в это потому что это будет сложно вот внутри себя это принять и вот смотрите где башня у нас разрушающаяся карта тоже ступени такие же как на той башне где луна тоже белые обратите внимание сейчас я покажу смотрите извините что это порчу но как этот баре просто все желтый вот видите посмотрите тоже ступени белые я не знаю чем это говорит но это говорит о том что может быть идет уже новый рост то есть эта башня разрушится которая уже как бы старая которая видимая а это внутри земли она начинает расти что вам что мне кажется что стены растут понимаете вот это еще не полный понимаете смотрите я уже 30 минут говорю это не полный даже вот этих карт просмотры но я вам говорю что я буду по мере того видите я сегодня снова бастону эти выложила но я просто сейчас не помню там тоже белый есть кусок да это просвет но это еще может быть не просветут тут белые часто белые употребляется эти белые это да действительно как вы может еще раз быть вот по мере того как я вам буду рассказывать значение других карт на наш по мы по нашей теме я буду возвращаться еще картам которые я уже рассмотрела еще что-то нашла да на предметы новому чего-то сейчас я подумаю почему шариков вот такое количество смотрите значит красных 7 до желтых получается 14 два раза больше а голубых ой подождите голубых у нас раз два три 4 5 6 7 8 9 10 13 13 голубых 14 желтых 13 голубых 14 желтых 6 7 7 красных и всего два зеленых запомните два зеленых везде и смотрите от короны здесь корона где ансаде бастоны и где два всего зеленых и шметка смотрите вот такой вот зеленский смотрите видите видите вот такие два зеленых отростка и на них два вот этих вот и как бы готовишься выплевывать что-то скорее всего вот эти вот трубы они выплевывают видите эти шметки не знаю надо ребятушки буду вас я чувствую что это конечно очень классно что мне все время приходится заканчивать на интересном месте я вас заинтриговала вот и я посмотрю сейчас я хотела бы конечно селико он съели то что у меня я становилась у меня куча энергии вот и мы продолжим мы продолжим либо вечером и либо завтра я не знаю но сначала я хочу рассмотреть карты на предмет нашего вот а потом я начну вас учить да конечно я расскажу вот я сегодня рассказала что карте 88 56 мелких арканов 22 крупных я гадаю всегда только на всех картах есть я даже могу гадать на двух колодах ребятушки да вот такая у меня да есть квалификация вообще гадает берут две колоды многие гадачицы потому что люди просто гадают на больших оконах на старших оконах потому что они боятся все карты брать это нужно много учить много комбинаций понимаете ведь не только значение карты если есть еще комбинации вот потом мы еще можно затронуть еще одного человека как и гуджиев я сегодня кирушки вспоминала груджиева вот у него я гадала по картам груджиева но груджиев он очень сильно не лишь поэтому не совсем я его прям идею воспринимаю хотя хотя в нашем стиле сейчас нашем вот это чем мы живем груджиев и лоша они выходят на первую позицию понимаете если хочешь вопроса как-то выжить вот этой вот ужасно вот это расщепляющейся новой реальности короче ребятушки я с вами пока прощаюсь потому что у меня уже сейчас будет 33 минуты и за сами знаете у меня потом включаться будет поэтому пока пока до новых встреч с моими видео с моими путешествиями и с картами ребятушки хорошего мне